Всемирный день борьбы с туберкулезом ежегодно отмечается в марте, 24 числа. Туберкулез – это инфекция, которая известна с глубокой древности. Назвали ее чахоткой, потому что заболевшие чахли на глазах и увидали. Сегодня, по данным Всемирной организации здравоохранения, более 2 миллиардов людей, почти треть общего населения Земли, инфицирована палочкой Коха. Ежегодно заболевают до 9 миллионов человек. Около 3 миллионов умирают от осложнений. А между тем туберкулез лечится и достаточно успешно. Но при условии раннего выявления заболевания и четкого соблюдения правил лечения. Об этом будем говорить сегодня. В студии у нас Павел Харитонов, кандидат медицинских наук, главный врач туберкулезной больницы, главный фтизиатр Хабаровского края. Павел Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я думаю, что стоит вновь напомнить о том, что же такое заболевание туберкулеза. Чем оно характеризуется? Туберкулез – это инфекционное. Очень важно, что это инфекционное, то есть заразное заболевание, которое вызывается микобактерией туберкулеза и еще близкими к ней видами микобактерий. В основном микобактерия туберкулеза поражает легкие. Она может поражать и другие органы ткани, но все-таки основным органом мишени являются легкие. Заражение происходит аэрогенным путем. То есть воздушно-капельным – это когда больной туберкулезом кашляет, выделяет с капельками слюны микобактерии туберкулеза, здоровый человек вдыхает этот аэрозоль, и таким образом микобактерии попадают в легкие, и здоровый человек инфицируется туберкулезом. Ну вот здесь тоже получаются такие тонкости. Можно ли быть инфицированным, а можно болеть, да? И настолько мы прям все уязвимы перед этим заболеванием. Да. Дело в том, что в ряде стран, ну скажем так, в России инфицировано около 80% взрослого населения. По разным данным, 80-90%. То есть в организме микобактерия туберкулеза есть, но она находится в неактивном, в спящем состоянии. Но в тех случаях, когда иммунитет, иммунный ответ снижается по различным причинам, да, это могут быть какие-то заболевания, то есть чаще всего сахарный диабет, хронические заболевания органов дыхания, пищеварения, язвенная болезнь. Также заболевания, которые требуют применения кортикостероидных гормонов, что также снижает иммунитет. Ну и последнее десятилетие стало актуальным – это ВИЧ-инфекция, при которой также снижается иммунитет, и туберкулез является ВИЧ-ассоциированным заболеванием. Ну вот даже говорят, что и какой-то такой сильный стресс, резкие какие-то изменения уровня жизни человека, они тоже могут привести, да? Тоже могут быть таким фактором риска? Конечно, да. Вот мы выделяем социальные группы риска, то есть люди, которые именно подвержены заболеванию туберкулеза. Почему? Потому что у них иммунитет снижен, у них снижается иммунитет, а поскольку они туберкулезом чаще всего инфицированы, то они могут заболеть. Это какие группы риска? Ну, скажем, освободившиеся из мест лишения свободы, лица безопределенного места жительства, мигранты. Ну, о том, что это люди, страдающие определенными группами заболеваний, мы уже об этом говорили, да. Вот. У них, конечно, риск заболеть туберкулезом значительно выше. Павел Юрьевич, ну вот, а если посмотреть на ситуацию, понятно, что вот мы говорим в целом о тенденции в мире, там, да, вот в стране, а в нашем регионе, на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае, вот насколько у нас ситуация с туберкулезом, какова она на сегодняшний день? Ситуация с туберкулезом в Хабаровском крае остается достаточно сложной, но она имеет тенденцию к улучшению в течение последних лет. Ну, есть такой показатель, как заболеваемость, это количество больных туберкулезом, которые заболели в течение года, в течение года. Но этот показатель у нас снижается, снижается, и ежегодно примерно эта цифра составляет 10 и более процентов снижения. Смертность, также показатель, который достаточно полно характеризует эпидситуацию по туберкулезу, также у нас в крае идет снижение смертности от туберкулеза. Показатели основные эпидемические снижаются, но дело в том, что мы изначально начинали наша территория с очень высоких цифр. У нас изначально были, ну, скажем, 20 лет назад очень высокие показатели по туберкулезу, поэтому мы пока общероссийских показателей пока не достигли. Вот, хотя динамика у нас достаточно высокая, хорошая динамика. Павел Юрьевич, вот действительно ли есть такая, вот, наверное, не буду констатировать проблему, а спрошу у вас, есть она или нет, что, в общем-то, есть препараты, есть лекарства, есть схема лечения, то есть действительно ли туберкулез лечится? Тут есть несколько моментов. Туберкулез, конечно, лечится, но туберкулез важно вовремя выявить. Вовремя. Потому что поздно выявленный туберкулез лечить сложно, и результаты при таком лечении плохие. Туберкулез нужно выявлять вовремя. Поэтому проводятся профилактические осмотры населения, которые выявляют туберкулез, но для взрослого населения это флюорография, для детей-подростков иммунодиагностика. А вот флюорография, как часто ее нужно делать? Мы говорим о медосмотре, диспансеризации, но все-таки знать, как часто, как регулярно? Флюорографию на нашей территории нужно делать раз в год. Для некоторых групп населения два раза в год, но это особая группа населения. Контактные. И этот анализ, эта диагностика показывает, есть ли какие-то изменения, врачи это видят? Безусловно. Флюорография показывает, есть ли изменения. И флюорография достаточно полно выявляет заболевания. Вся беда в том, что часть населения флюорографию не проходит. Они уклоняются от флюорографии. В принципе, люди не так заинтересованы в своем здоровье. Мы понимаем, о ком мы говорим. Это социально дезадаптированные группы населения. Поэтому вот сейчас, когда мы проводим работу по профилактике туберкулеза, по раннему выявлению, мы организуем так называемое межведомственное взаимодействие. В частности, чтобы в районах флюорографию нам помогала также организовать и администрация районов. Ну да, с одной стороны, сделать это доступней. Доступней. Что действительно там, ну вот, это же нужно найти время, это же нужно пойти в поликлинику к врачу, хотя, в принципе, для этого, конечно, можно найти время. Но вот именно, как вы говорите, такое межведомственное сотрудничество, оно, наверное, помогает, действительно делает эту диагностику доступней, что человек забыл или никак не дойдет, а вот тогда мы идем к вам. Да, получается так. Павел Юрьевич, ну вот уже, наверное, третий год, да, уже долгое время мы живем в фоне пандемии коронавирусной инфекции, да. Сейчас мы о ней говорим меньше, потому что есть другие события, да, в фоне нашей жизни. Но, тем не менее, коронавирусная инфекция продолжает оставаться, да, она есть. Вот скажите, пожалуйста, как вот туберкулез и ковид, вот как они тут вот встречаются? Ну, здесь ситуация достаточно серьезная. Почему? Потому что как ковид, так и туберкулез, они в основном поражают легкие. Про туберкулез мы уже говорили, ну и ковид также, основной орган мишень, это легкие. То есть вирусные, вирусные пневмонии. Поэтому люди, конечно, которые перенесли ковид, у них опасность заболеть туберкулезом выше. Выше? Это один момент. Второй момент. У нас из-за эпидемической ситуации по ковиду периодически останавливаются профилактические осмотры. Хотя в 21-м году мы сделали флюорографические исследования на 10%, это по крайней мере, да, на 10% больше, чем в 20-м. Это хороший показатель. И люди, которые заболевают ковидом, им достаточно часто делают, ну, по показаниям, да, томографическое исследование. И в части случаев у таких людей тоже выливается туберкулез. То есть он лежал с туберкулезом, не обращался, не обследовался, заболел ковидом. Стало реально плохо, потому что туберкулез может протекать... Долго и незаметно, да? До определенной стадии долго и незаметно. Вот ковид это состояние усугубляет, ухудшает, делают обследование, выявляют туберкулез. И в этом ковид это острое состояние, в котором, конечно, человек уже не может не обращать внимания, Может, не может не обращать, да, конечно. Не может не обращать, что с ним что-то не так. Все так. Ну вот если мы чуть-чуть, вот понятно, что вы сказали о том, что туберкулез может долго не давать о себе знать, как серьезное ухудшение здоровья, да? И тем не менее, вот какие могут быть признаки у туберкулеза? У туберкулеза специфических признаков нет. Он может напоминать вяло текущее такое, перетекающее в какую-то хроническую стадию, простудное заболевание. То есть слабость, отсутствие аппетита, усталость, ночная потливость, может быть, температура небольшая, кашель. Длительно сохраняющийся кашель – это есть причина обратиться к врачу и пройти необходимое обследование, сделать ту же самую флюорографию, сделать при необходимости рентгенологическое исследование. Но, конечно, этот симптом в ряде случаев не совсем оценен, потому что взрослого населения, мужчины и женщины, достаточно много курят. Да, кто-то курит, кто-то говорит, там, у меня аллергия или что-то еще, да? Покашливает. Я прокашляю. С курением довольно часто, да. И это тоже такая маска, не замечают. Это маска, да, которая может маскировать заболевание. То есть туберкулез достаточно часто выявляют на поздних стадиях. И сейчас по краю увеличивается количество выявленных больных и с деструкцией легочной ткани, то есть это достаточно позднее выявление, и больных с бактериеводелением. Незначительно оно в последние годы увеличивается. И в связи с ситуацией по ковид уже было предупреждение ВОЗ и сигнализировал наш федеральный Минздрав о том, что ожидается ухудшение эпидемиологической ситуации по туберкулезу, прогнозируется рост заболеваемости, ну, до 10%. Павел Юрьевич, ну, до завершения нашего разговора делаем такой вывод, что все-таки, ну, не случайно Всемирный день борьбы с туберкулезом остается в календаре, в медицинском календаре, да? И это повод, ну, правда, привлечь внимание к этой проблеме и каждому из нас, ну, вспомнить, да, посмотреть свою медицинскую карточку, да, найти свой флюорографический паспорт. А когда я делала флюорографию, да, и если прошел уже год, да, или более года, конечно, срочно просто прийти и действительно сделать этот анализ, чтобы удостовериться, что все в порядке, или, ну, забить тревогу, если есть какие-то проблемы. Наверное, это первое, с чего все начинается, да, такая забота о себе и профилактика, наверное. Да, если мы будем больше обращать внимание на свое здоровье и вовремя проходить обследование, то, конечно, у нас и ситуация и по туберкулезу, и с другими заболеваниями, она, безусловно, будет улучшаться. Будет улучшаться. Это очень важно. Павел Ильич, спасибо большое, будьте здоровы. Вы и ваши коллеги, и, конечно, ваши пациенты. В студии у нас был Павел Харитонов, кандидат медицинских наук, главный врач туберкулезной больницы, главный в Тезиатрах Абаровского края.